СНОДГРАС Оскорбляй его. Эмилия, пусть он оскорбляет меня. Знаете, сэр, я никогда бы не нарушил вашей воли, если бы не любил Эмилию столь пламенно. Делайте со мной что хотите. Милостивый государь. Стойте, 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 дружище. Я помогу вам уладить это отчаянное дело. Интересно знать, как вы уладите это дело? Вот как. Мистер Уоркель, вам надо их немедленно простить. Никогда и ни за что. Нет, мистер Пиккер, скажите, что мне делать? Выражаясь юридически, вам уже нечего делать. Простите их. Никогда. Простите их. Простите их. Он прощает вас. Мистер Пиккер, я прошу не говорить за меня. Я, черт возьми, я прощаю вас. Ой, нет. Музыка. Благодарю вас. Мистер Пиккер, благодарю вас. Останавливается на пороге, не спуская глаз с Рахили. Топман. Старые стены Динглиделя привлекли меня. Я не мог оставаться в одиночестве в этот праздничный вечер. Правильно сделал, приятель. Мистер Топман, если вам неприятно видеть меня здесь, и вы не забыли то зло, которое я вам причинила, я покину это общество. Мисс Рахиль, мисс Рахиль, в моем сердце не осталось ничего, кроме благодарности за те краткие, но красивые минуты, когда вы меня любили. Но с моей полнотой... Мистер Топман, я никогда не переставала любить вас. Но я была молода и легкомыслина. Женитесь, я согласен. Что случилось? Пожар? Матушка, вы надоели мне со своим пожаром. Рахиль выходит замуж за Топмана. Что, не слышу? Мисс Рахиль выходит замуж за мистера Топмана. Ну, наконец-то! Слава Богу! Слава Богу! Спасибо! Поздравляю! Джентльмены, ну я надеюсь, что сейчас все переженились, и мы сможем поздравлять новобрачных. Боже, 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 боже! Нет, нет, стойте, сэр! Еще не все переженились. Сэр, я сделал предложение Мэри, и надеюсь, что мистер Пиквик одобрит мое решение. Обнимите меня. Обнимите меня, мой милый Сэм. Я никогда не забуду, как вы расстелили свою постель рядом с моей вафлицкой долговой тюрьме. Поздравляю вас, мисс. Благодарю вас, мистер Пиквик. А вот теперь все в порядке, сэр. Как сказал король, отрубив головы членам парламента. Музыка! Поздравляем вас! Поздравляем вас! Все усаживаются за праздничный стол. Леди и джентльмены, разрешите мне сказать несколько слов. Я основал Пиквикский клуб. И не сожалею об этом. Я много странствовал с моими дорогими друзьями. И вот те картины, которые я видел в афлицкой долговой тюрьме... Вот этот голос я узнаю из тысячи. Появляется джинга и его неизменный спутник Иофф Троттер. Ну, я надеюсь, что эти ни на ком не женятся. Женитьба он не отца, женитьбы нет. Удивляетесь, незваные гости, что же делать? Приехали восстановить попранную честь. Мисс Рахиль, мистер Топман. Простить ли нам его? Мы прощаем вас. Благодарю вас, джентльмены. Вся жизнь ошибка. Вот дурные товарищи. О, Господи. Угнетал добродетель, лелеял порог. Высокочтимый джентльмен, мистер Пиквик, явился, научил высокому. А что же вы намерены делать теперь? Ну, вопрос. Бедствовать, раскаиваться, раслачиваться. Увы, нет средств. Благородный нищий. Мистер Пиквик, вы нас спасли от голодной смерти. Вы нас выкупили из тюрьмы, мистер Пиквик. Что ж, как-нибудь отработаем. Хотели ехать в колонии, в поте лица землю копать. Не хватает на проезд. Джентльмен, я хочу поступить куда-нибудь церковным сторожем. Хотели заплатить долги мистеру Орглю, мистер Топпу. Три фунта вам, мистер Эллер. Сколько вам не хватает на проезд? Пятидесяти фунтов, сэр. О, нет. Я, сэр, шестидесяти. Получите. Не могу говорить. Слёзы душат. Рыдаю. Будьте благословенны. Мистер Эллер, вы будете в Царстве Небесном. Это я вам говорю. Сэр, спокойно, сэр, спокойно. Не успели удалиться джингли-илов, как на лестнице показался незнакомый старый джентльмен. При его появлении Винкель испуганно поднимается со своего стула. Кто? Простите, простите, уважаемый мистер Уорду, что я явился непрошенным в ваш дом. Но здесь находится один молодой человек, с которым мне необходимо свести кое-какие счёты. Позвольте представиться. Я Винкель-старший, отец вот этого. Ну, и вам не стыдно, сударь? Отец, посмотрите на неё и сами решите, стыдно мне или нет. Выражаясь юридически, ничего стыдного. Подойдите сюда, дитя моё. Вы правы, сударь. Ну, иди сюда. Иди сюда, негодяй. Будьте счастливы. Ну, а теперь, исполнив свой долг и извинившись перед вами, я отправляюсь обратно в Лондон. А в текст, а в текст! Нет, это не так просто сделать. Чё? Я здесь. Снимай шуму. Матушка, позвольте представить, мистер Винкель-старший. Что вы, что вы! Кому нужна такая старуха, как я? Матушка! Мужик! Мистер Пиквик, кончайте вашу речь! Мистер Пиквик просит. Моя речь будет короткой. Вы счастливы, друзья мои. Это главное. Старый Пиквик вам больше не нужен, как и не нужен Пиквикский клуб. Мистер Пиквик. Мистер Пиквик. Закрывай. Закрывай. Я протестую. Почему вы протестуете, друзья мои? Или вы думаете, я, ваш учитель, слишком стар и ничему не могу научиться сам? Да нет. Я же не могу научиться сам. Могу. Могу, чёрт возьми. Если наши странствования дали вам счастье, то меня они научили и жизни, и счастью вам. Браво! Или, может быть, кто-нибудь из вас, леди и джентльмены, сомневается в моей способности быть счастливым. Браво! Но в таком случае прощай Пиквикский клуб и ура Пиквикскому клубу. Ура! Ура! Новый год! Новый год! Новогоднюю песню! А кто будет петь? Пусть в камине Тинклиделя Вьюга воет и шумит, Пусть родные наши ели Снегом вьюг запорошит. Сквозь метели ярко светит Год за годом, как и сталь, И всегда радушно встретит Динклидели, всты, пожары. Пусть ненастья, пусть метели Весел, точей, ясен путь, У каминок Динклидели Каждый может отдохнуть. Темной ночью к светлой встрече Трудно путнику брести, Пусть сияют в окнах свечи, Чтоб не сбился он с пути. Сквозь метели ярко светит Год за годом, как и сталь, И всегда радушно встретит Динклидели, всты, манар. Пусть ненастья, пусть метели Весел, точей, ясен путь, У каминок Динклидели Каждый может отдохнуть. Пусть ненастья, пусть метели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok